Привет, друзья! У меня для вас важное сообщение. Информация касается тех людей, которые живут уже в Чехии, которые имеют чешские номера телефонов и которые имеют чешские карточки, на которые приходит зарплата. Все дело в том, что в Чехии несколько недель назад активизировались мошенники, и эти мошенники пытаются под видом представителей банков либо службы безопасности выманить у вас все данные. Ребята из Бруно записали такой разговор. Давайте послушаем примеры такого развода. Угу. А как вы на русском разговариваете в чешском банке? В заявке вы указали русской личного специалиста. Угу. И что мне делать дальше? Что вам нужно сказать? Вы указали заявку на аноним кредитование. Ну, вы указали данные в данной заявке. Ну, а какие данные вам нужно? Скажите, пожалуйста. Мне указали процентную ставку. Ну, вы же только что говорили, что она 3 с чем-то. Вот и поговорили. Как вы поняли из разговора, на человека был взят кредит на определенную сумму, как правило, там 400-600 тысяч крон, на что человек, естественно, в недоумении, то есть не понимает, что и как. Естественно, здесь есть, конечно, подвох то, что русскоязычные операторы, как правило, чешские банки, и здесь звонят в основном, если вдруг какая-то ситуация, то и разговаривают только на чешском, но, как вы понимаете, много сейчас уже иностранцев находятся в Чехии, и то, что там позвонил человек и по-русскому разговаривает, в принципе, ни для кого не удивление. Плюс ко всему, люди уже не стали обращать на то, что говорят по-русски. Почему? Потому что у мошенников есть реально вся информация о вас, есть имя, есть фамилия, есть дата рождения, телефон, даже электронная почта. Поэтому, соответственно, если возьмем такую ситуацию, что ты там находишься на работе, тебе тут набирает чешский номер неизвестный и называет полностью все твои данные, то, конечно же, ты будешь понимать, что это будет звонить тебе представитель банка. И, соответственно, можешь, конечно, слить всю информацию о своих карточках, счетах и всем прочем. По поводу названия банков говорят, конечно, они наугад, но, как правило, в Праге это чешско-спорщително, а в Брно называют Юникредит. То есть, лупят наугад, но много попадают в точку. И реально, ребят, хочется обезопасить вас всех, чтобы вы знали, что если вдруг будут вам звонить из каких-то сторонних номеров, говорить, что на вашем имени есть какие-то кредиты или еще что-то подобное, или там взлом системы, например, не ведитесь, пожалуйста, на эту информацию. То есть, основа данного развода заключается в том, чтобы выманить ваши данные, а потом уже их использовать в своих целях, ну и, естественно, обогатиться. Ситуация действительно плачевная, потому что реально много иностранцев здесь находится в Чехии. Я, честно, не могу понять реально, как слилась эта база всех русскоязычных иностранцев, почему и как стали доступны все наши данные, неизвестно вообще никому. И поэтому, друзья, если вдруг у вас возникает подобная ситуация, не нужно на это все вестись. Что в реальности можно сделать? В идеале это, конечно же, обратиться в ваш банк, есть телефоны горячих линий, на которые вы можете бесплатно позвонить и узнать все ваши движения по банку, были ли какие-то взяты кредиты или что-то подобное, то есть проверить всю эту информацию. Во втором случае можно, опять же, как сделали это ребята, записать разговор, либо снять скрин экрана, так как это является фактом преступления, поэтому можно записывать и на диктофон, и записывать видео, и записывать с другого телефона подобные разговоры, потому что все эти данные нужно передавать банкам, нужно передавать полиции, и полиция уже собирает все данные, чтобы так было легче найти эту группу мошенников. Ну а у меня к вам будет большая просьба, я прошу всех вас поддержать данное видео своими лайками, своими комментариями, написать, пожалуйста, в комментариях, были ли подобные случаи, если были, то расписать более подробно, также обязательно поделиться этим видео со своими друзьями в любых соцсетях, в вайберах, телеграммах, в разных группах, это нужно для того, чтобы предупредить максимальное количество людей, чтобы люди не попадали в подобные ситуации. Поэтому, друзья, чем больше действий на этом видео будет, тем больше людей узнает о этих случаях, а это очень важно, потому что все заработанные деньги, которые вы зарабатываете здесь в Чехии, даются не так легко, как думается на первый взгляд. Поэтому, друзья, предупрежден, значит вооружен. У меня на этом все, всем удачи и до новых встреч. Всем пока!